И снова всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Шиморо, а мы находимся в пустошах, и это Fallout 4. Ну что же, ребята, на прошлой серии мы сделали с вами много дел, ограбили братство Стали, поговорили с сыном, решили там дела в институте, и сегодня мы с вами пойдем сдавать, естественно, миссию в институт, во-первых. Это миссия про задержание синта, вот. И дальше будем разбираться по нашим делам текущим. Спасибо вам, ребята, как всегда, за комментарии, за подсказки, за советы. Вот где находится институт. Вот, сюда мы быстренько перемещаемся, пип-боем. Идем к отцу, сейчас сдадим миссию. Я думаю, докрасть все-таки братство Стали. Мы с вами схватили винтовочку, да, у братства, но мы, к сожалению, не взяли к ней патронов. И в этом вот такая проблема основная. Многие ребята голосуют поиграть за братство Стали, но большинство хочет, чтобы мы уничтожили братство Стали. Я, в принципе, тоже очень хотел бы убить братство Стали. Что-то мне не нравятся они. И мне не нравится их бомж, во-первых, который находится в козлячьей дубленке. Я, соответственно, хотел бы ее отжать у него. Поэтому, я думаю, мы этим с вами займемся как-нибудь. Дубленка-то красивая у него, правильно, ребят? Надо у него с нее снять, блин. Чтобы у него ее не было. Так. Привет, сынок. Привет. Я рад, что все прошло благополучно. Понимаю, что дело было не из легких. Но тебе нужно было лично увидеть, насколько может быть опасен сбежавший Синт. Хорошо, что все закончилось. Габриэля и его банда были просто подонками. Они убивали ради наживы. Хорошо, что мы положили этому конец. Жертвам Габриэла мы уже ничем помочь не можем. Но теперь мы, по крайней мере, знаем, что больше он никого не тронет. Да, так и есть. Но хватит об этом. Твоя задача выполнена. Синт благополучно вернулся к нам. Угу. Вы с Х6 все сделали наилучшим образом. Молодцы. Пока тебя не было, я подготовил для тебя личное помещение. Ух ты! Там есть все необходимое для жизни, а еще запас оружия и экипировки. Вот оно, что я искал, ребята. Да, давайте посмотрим. Может заглянуть туда и осмотреться? Думаю, тебе понравится. Может заглянуть туда и осмотреться, говорит. Посетить свою комнату. Ребята, нам выделили комнату. Видите, какая ситуация? А я-то думал, блин. Что это, мы поселились вроде бы в институте, ребята, да? А комнаты личной нет. Что за фигня? А батька-то все продумал у нас. Батька-то молодец. Ой, батька. Сынок, сынок. Отец-сынок. В смысле, да. Подумал о отце. О своем. Сейчас папку поселим. Ну, надеюсь, там шикарные хоромы какие-нибудь. Там все есть, надеюсь. Плейстейшн, там вся фигня, чтобы было главное. И все. Что еще нужно? Большой телевизор. Мультики смотреть. Маленькой пони. Маленькой пони. На-на-на-най-най. Так, а как я пройду сюда? Мне, пожалуйста, на этаж повыше. Можно организовать как-то лифтецкий? На этот этаж вообще пройти можно так, не? Или это на поверхность куда-то? Он, наверное, там и не открывается, ребята. Все, я понял. Я понял вас. Мне выше нужно просто пройти. Ага. Хорошо, понятно. Жалко. Жалко. Хотел бы на лифте покататься. Так, ладно. Идем. Еще выше, что ли? Еще выше, вы посмотрите. Что за фигня? А здесь, получается, ниже, что ли? Куда? Почему мы и что? Ага, вижу. Вот, ну. Ваша новая комната здесь, сэр. Спасибо, сэр. И что, блин? Где телевизор? Где PlayStation? Когда вы здесь закончите, сэр? Хочет видеть меня отец, да? Выполнено задержание. Здесь мы можем поспать, да? Здесь у меня есть будильник. Комната и экипировка. Где экипировка? Я не понял. Ядерная батарея. Стимулятор, институтский карабин. И это вся экипировка, что ли? Не, сынок, я ожидал, что... Комбинезон института, кстати, что из себя представляет. Давайте посмотрим. Не, я ожидал, ребята, что-то такое серьезное на самом деле. Себе оставьте, пожалуйста. Сынок, это не серьезно. Целый халат института. Ну, понятно, все, ребята. Трэшак. Костюм для чистой комнаты. Что? Что за костюм для чистой комнаты? Что за хрень вообще? Ладно, мы потом посмотрим, что это за фигня. Понятно. Зелененький такой. Не, ребята. Не-не-не-не-не-не-не. Сынок, ну где, блин? Где плазма? Где, блин, PlayStation? Где? Как мне развлекаться в этом помещении? Я даже ролики на YouTube здесь снять не смогу. Что за фигня, блин? Не, все, ребята. Не нравится мне комната. Может быть. Ладно. Не будем об этом думать. Поехали сейчас. Сейчас еще раз к отцу, ребята. Сходим. Прыжок. Боданч. Что, непривычно видеть прыгающего, да? В силовой броне. Так, а здесь кто у нас ждет? Здесь нас кто-то ждет, ребята. Здесь нас кто-то ожидает. Да что за фигня-то, блин? Почему я постоянно путаюсь? Снова к бате, что ли, сюда заходить? Ёлки-матрелки. Так. Идем. Идем, идем, идем с пятачком. И идем вот сюда. Привет, пап. Сынок, точнее. Шон. Привет, отец. Угу. Ответь мне на такой вопрос. Что ты будешь делать, если у тебя что-то украдут? Воззвать к совести. Преподам ему урок. Ты уже знаешь. После всего, через что мне пришлось пройти, чтобы тебя отыскать, я думаю, ты уже знаешь, что мой ответ. Мне очень жаль. Отец, конечно, ты прав. Конечно, прострелю ему лицо. Группировка, называющая себя Подземкой, завладела несколькими синтами. Эти синты пропали из института не так давно. Ух ты. Вне всякого сомнения, члены Подземки намереваются освободить этих синтов, ведь они помешаны на идее, что синты разумные существа. Тебе уже приходилось сталкиваться с Подземкой, так что тебе знакомы их убеждения. Они хотят как лучше. Хм, ну... Давай спросим, что случилось. А что случилось? Что они натворили? К нам попали технологии, которые им не принадлежат. А, к ним попали технологии, да. Обычно они не доставляют нам особых хлопот, но в последнее время их активность значительно возросла. Угу. Я боюсь, что мы оказались в трудном положении, и нам просто нельзя дальше что-то там. Мы выяснили, где в данный момент находятся эти синты. Нам нужно вернуть их сюда, пока Подземка не увела их в другое место. Вроде не сложно. Надеюсь, что да. Чё, с Дэмоночкой, ребята, столкнёмся? Крайне важно закончить с этим побыстрее, пока Подземка не поняла, что мы их нашли. И ещё, Братство Стали тоже не должно ничего знать о синтах, иначе это задание сильно усложнится. До Братства Стали я потом сниму дублёнку с их главаря. Нормально всё, я всё сделаю. Меня... На меня можешь положиться, да. О, Банкер Хилл тебя будет ждать связной. Удачи. Так, хорошо, я понял. Смотрите, какой я двойной агент, ребята. Я могу пойти ещё сейчас проинформировать Подземку, проинформировать Братство. То есть у нас есть выбор, будем ли мы стучать на задание Батьки или не будем, ребята. Мы сейчас сделаем с вами красиво. Мы пойдём с вами красивенько. Поговорим с Дэз Дэмоночкой. По миссии проинформировать про Братство мы не будем. Мы не будем сейчас говорить, что хочет сделать Батя. Главное, не ошибиться там в диалогах. Возьмём экспириенс, который нам должна дать Дэз Дэмоночка. Это всё грамотно сейчас будет, ребят, смотрите. Эй, да ты это же мастер! Мастер снова здесь! Барабанщик. Чё, барабанишь, что ли? Чё у тебя в руке? Мы не можем выйти на связь со станцией Рэндальф. Да всё, успокойтесь. Мне Дэз Дэмона нужна. Молилась ли ты на ночь? Дэз Дэмона! О, слава богу. Видишь же, Дэз? Говорил же, матрица молекулярной стабилизации выдержала. Надо же, а вчера ты не был так уверен. Как же я рада тебя видеть. Всё получилось. Тебе удалось попасть в институт? Сейчас будем ей врать, ребята, в нагну. Мой сын нашёлся. Институт — это настоящий рай. Мне удалось туда проникнуть. Институт — это настоящий рай. Здоровые люди, чистота. Никто не голодает. Рай, построенный на спинах рабов. Это не рай. Да пошла ты. Голографическая запись Тома. Тебе удалось связаться с Патриотом? Соврём. Я над этим работаю. Если появится возможность загрузить голографическую запись, сделай это. С помощью Патриота мы добьёмся победы для синтов. Ребята, сейчас будем хитрить юлить, смотрите. Я понял. Можем поговорить, что такое? Предупредить на щит Банкер Хила нет. Поговорим потом. Новости. Нет, ничего. Подождите. А что у нас за задание здесь получается? Поговорить с Дездемоной. О чём? Короче, мы делаем так. Мы идём тогда. Добраться до Банкер Хила. Мы не будем этих бомжей предупреждать. Пускай они в своей бомжатской берлоге здесь затусят. Мне они нравятся. Подземка за бомжей играть как-то не очень. Да, ребята? Поэтому мы сейчас пойдём в Банкер Хиле. Сделаем те важные задачи, которые нам нужно сделать. Это первое. А потом... А потом мы пойдём да крадём ещё братство. Блин, сколько делаете? Вот знаете, когда, ребята, разветвляется вот так сюжетная линия, безумно интересно, куда пойти дальше. То есть вот в этом Fallout и, конечно, вот в своей свободе, это безумно-безумно крутая игра. То есть нереальная свобода действий, просто нереальные вариации. Это безумно радует. Это не может не радовать просто в любой игре. Делай, что хочешь. В общем, мой выбор, это мой выбор. И это очень круто. Мы сейчас пойдём, да, с Банкер Хилом разберёмся. Экспириенсы возьмём ещё. Рубанём там с этой миссии. Нужно левелапчик сделать. Я хочу всё погрейдить вооружение, но мне нужно очень много-много-много всяких плюшек, которые, в принципе, нужно найти. Поэтому будем стараться. Братство нужно докрасть. Мне ребята давали в комментариях советы по использованию стелс-боя во время кражи. Я думаю, что да, это можно реализовать. То есть поработать со стелс-боем, проверить, как он работает, ну, может быть, не обязательно, потому что там, в принципе, нас ни один бомж не видит. Я, наверное, войду в магазин и попробую заюзать стелс-бой. Но сейчас, ребята, пойдём на Банкер Хилл и посмотрим, что там у нас по задачам. Блин, очень много дел. Очень много дел в игре. Ёлки-палки. Ещё кто-то спрашивал. Ещё кто-то спрашивал по поводу... Так, добраться до Банкер Хилла. Банкер Хилл. Переместиться, да. Ещё кто-то спрашивал по поводу, будешь ли ты проходить разные сюжетные концовки. Ребята, ответить на этот вопрос не могу сейчас, к сожалению, потому что неизвестно, сколько ещё мы будем снимать в Fallout. Если вы будете поддерживать серии, ставить лайки и так далее, то, возможно, Fallout'а будет дольше и больше. Но тут неизвестно, конечно. Это большой рандом. Сколько ещё продлится наша съёмка. Потому что всё со временем падает. Все прохождения. То есть, это статистика у всех абсолютно такая. Кто-то не приходит, кто-то не интересуется, перестаёт интересоваться и так далее. Вот. Поэтому спасибо всем ребятам, которые смотрят и кому интересно. Для кого я снимаю не просто так, как говорится, эти серии. Так. Ну, а мы поехали дальше. Мы поехали дальше. Вот он, да, значит? Давайте. Сохраняемся. Привет, мужик. Я вас ждал. Ситуация. Ну, что там нам надо сделать? Я исхожу из того, что нам нужно сделать. Наши цели внутри. Это четыре синта под защитой агентов подземки. Местные жители никак с ними не связаны и пытаются избежать конфликта. Кажется, ситуация осложнилась. Скорее всего, скрытые действия уже невозможны. Короче, вломиться, да, люлей дать? Заходим, отбиваем синтом, и я возвращаюсь с ними в институт. Всё ясно? Нужны гранаты. Уверенным тоном. Да, всё понятно. Помните, сохранность синтов — наша основная задача. В идеале они не должны получить ни царапины. Вот коды отзыва. За мной. Найти беглых синтов. Запрашиваю подкрепление. Там, сука, братство опять. Ой-ой-ой, посмотрите, они постоянно атакуют. У-у-у-у-у! Гори, братство стали! Гори! Это кто такие? Да это чё за бомж? А, это наши. Это наши, это наши. Братан, пойдём, веди меня. Веди меня, веди. А я такой ни при чём, типа, тут. Я такой ни при чём. Ах ты, сука, какая. Тут гуляха, ребята, у нас. Я с гулями сражаюсь. В меня даже не стреляют, посмотрите. А я потому что ни при чём. Я внедрённый агент. Я внедрённый. Мне нельзя сейчас воевать с братством. Чё там, долго он будет ещё сгорать? Ох, ёпта, вы видели? Там десант. Живи-живи. Сейчас будем подбирать. Там десант, ребята, спрыгнул. Вы видели? Или на дом. Но этот десант никуда не смог пройти, насколько я понимаю, да? Посмотрите, как... А, вот, 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 вот. Видите, они для меня. Привет. Привет, привет, рыцарь братства. Давайте, давайте посмотрим на замес, ребята. Кто кого победит? Кто сильнее? Институт или братство? Проверка, ребята. Проверка боем. Давайте, давайте, давите. Посмотрите, накидываются везде выстрелы, ребята. Бедный боец в силовой броне из братства стали. Начинает отстреливать наших пацанов из института. Но наши бойцы-то не лыком шиты, ребята. Посмотрите, они начинают накидывать в ответочку. Где наш синт? Где наш синт, который на... А, вот он. Давай, хромай, но убивай. Вот это битва. Вот это эпик файт. Вот это эпик файт. Просто, что там у нас? Вон у него сколько хп у рыцаря братства, ребята, проверили. Смотрим, сколько хп у х4-18. Х4-18 дрючит рыцаря братства. Вообще, по идее, эти охотники созданы для того, чтобы убивать в соло. И, видимо, он это доказывает. Тем временем, один из наших бойцов института падает вниз. Я, соответственно, раздираю его. Защитная маска синта-агента. И снимаю с него то, что я хочу. Отлично. И здесь умирает у нас ядерная батарея. Т-60Б, туловище, лазерный карабин, форма братства стали. Хорошо, здесь... Все, ребята. Минус два члена братства получается. Братство стали отсосало пилюльку, ребята, и все. Открывается только ключом. Ну, давайте, елка. Елки. Пацаны, девчонки, что, кстати, за броня братства? Предметы. Броня синтов. Хм. Боевая броня лучше, что ли? А это надо... Это нужно проверять, ребята. Это нужно проверять. Вот это выкину. Вот это выкину. Металлическая броня. Вот это выкидываю. Вот это выкидываю. Защитный комплект. Нахрен не нужен сейчас. Вот. Это мы выкинули. Давайте посмотрим теперь по задачам, ребята, быстренько. Битва за Банкер Хилл. Найти беглых синтов. Но мы здесь войти не можем почему-то, видите? Там требуется ключ. Там постоянно идет война. Нужно как-то сюда попасть. Еще вертолет братства, ребята, здесь летает. Это что за бомж? Боец подземки. А, здравствуй. Они все мне друзья, видите? Мне нужно сейчас встать на сторону. Посмотрите, братство везде атакует, ребята. Ах ты. Ой, прости. Прости, прости, дружище, прости. О, господи. Они убили его. Они убили его. Вы видели? Подземка. Они убили его. Сейчас подождите, ребята, прикол. Где, 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 где? Сука. Где у меня стелс бой? Тихо. Тихо, 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 тихо. Залезь в карман. Ну же. Давай, братан, дави, дави, дави. Там что-то падает. Не могу залезть в карман. Короче, к сожалению, ребята. Я бы с удовольствием это сделал. Хотел засунуть гранату. Это было веселье у меня в Фолуче только так. В третьем, в Нью-Вегасе я так делал. В общем, много где. Жалко, что здесь это нереализуемо. Так, ладно. Господи, они же убивают наших людей. Они же убивают наших людей. Убивайте их больше. Убивайте, убивайте. Давайте, ребята. Вот, кандидат братства. Отлично. Плюшевый мишка, жетон братства стали. Ужас какой, ребята. Ужас просто. Ужас. Что там загнобили? Да еще, пацана. Бедный парнишка, ребята. Как много патронов. Пальто подземки класс первый. Бронированное пальто подземки класс первый. Предметы. Ну-ка, ребята. Как мы классно с вами здесь отбжились. Здесь, а? Ёпта. Нихера ж себе. Нихера ж себе. Давайте проверим, что это за кусочек говнеца такого. А его можно? Он все, наверное, покрывает. Да, бронированное пальто подземки класс первый. То есть я ухожу в минус по многим параметрам, насколько я понимаю. Да? Но и ухожу в плюс. Хм-хм-хм. А если ножки сделать? Вот так вот. Например, да? То есть вот так вот. Нет, это я неправильно сделал. Броня синтов правой, левой руки. Правой руки. Вот. Далее мы идем. Защитная маска синта-агента. Вот такой вот, посмотрите. What the fuck? А само пальто синта, как оно? Защитный комплект. Так, черный халат института не нужен. Это не нужно, ребята, желтая. Броня синта в туловище. Вот такой вот я. Мистер Джерри. А может быть полностью их одеть? И посмотреть, что у меня будет по защите, ребята? Бронированное пальто подземки. Братство стали броня для головы. Кстати, броня просто... Видите, а просто броня. Оно значительно лучше, ребята. Желтое пальто. Выкидываем. Хм-хм. И стандартный нагрудник, он мощнее, чем есть, получается. Чем у синтов. То есть можно делать выводы, что боевая броня значительно лучше, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но это интересно посмотреть, на самом деле. Мне вот всегда было безумно интересно глянуть. Так, и саму броню синтов мы потом найдем. Ладно, потом посмотрим, что лучше переодеться. Какие комбинации и защитные параметры лучше использовать. Так, забираемся внутрь. И идем по заданию. Нам же наша задача сюда проникнуть, да? Но там требуется ключ. Видите, какая ситуация? Там я пройти не могу. Блин, все это безумно интересно. Бабач. Да-да-да-да-да. Десдемоний привет, сучонок. Я такой внедренный агент. Видите, ребята? Внедренный агент. Че такое, братан? Че там у тебя? Это что, блин? Это Гаусс, что ли? Нет. Спокойно. Меня ты не трогай, братан. Да я, я свой, я свой. Я свой. Залезть в карман не могу. Сука, как бы на тебя мину посадить какую-нибудь, а? Че это? Охранник каравана? Блин, мне бы вот эту вот пилюльку отжать. Это мини-ган у нее. Интересно. Интересно, интересно. Ладно, пока не трогаем. Заходим. Ребята, интересная очень миссия безумная. Так, здесь у нас уже прошли. Боец подземки. Они мне все дружественные, видите? А че это ты, маленький? А че это ты? Меня не стреляют. Как хорошо быть со всеми друзьями, дорогие друзья. Офигеть просто. Охилеть. Здесь уже куча трупов. Там подвал. Нам подвал интересует. Телефон. Лол, с айфоном что ли, чувак? Откинулся. Я понял тебя. Я понял тебя. Мусорщик открыто. Достижение. Мы трубу отжали у пацана и мне дали достижение. Просто невероятно. Бейсбольная перчатка. Старик Стоктон. Война идет. Война никогда не меняется. А мы такие не за кого, ребята. Точнее, со всеми друзьями. Это просто жесть, ребята. Это такой эпик. Меня вообще никто не трогает. Я со всеми дружу. Я и за подземку, я и за братство. Я и за институт, по их мнению. То есть, каждый видит во мне друга. Но я пока потихонечку подземку-то херачу. Потому что на самом-то деле я за институт, ребята. Давайте, там взрывы. Ох, там бойня, сука, идет какая-то жесткая. What the fuck вообще? Это кто такой? Кандидат братства. Придется и братства немножечко дрючкануть. Так. Тихо-тихо. Меня-то прожигать не надо. Это кто? Рыцарь-капитан. Я понял. Братство здесь внедрилось. Так, хорошо. Делаем так. Турель с пулеметом. Проще делать вот так, ребята. Понеслась. Раз. Два. Три. Хорошо, хорошо. Двигаемся. Четыре. Гори, сука, в огне. Гори, гори. Сгорай. Взрывайся, сука. Хорошо. Бронесинтов для туловища. Защитная маска институтский. Ну, это не то, да? У них, видите? Бронесинтов для... У них и нету вот этого вот белого костюмчика, который мне так понравился. Жетон, лазерный карабин. Так, псина, иди сюда. Теперь вы, боец подземки. Они мне друзья, ребята. Всех синтов убили. А наша задача с вами попасть выше, да, видимо? А мне-то подземка друзья, ребята. Видите? Я-то мастер в подземке. Я смогу спокойненько пролутать. Меня никто не трогает. Как хорошо. Как жизнь хороша. Да, боец. Все будет хорошо. Все будет хорошо, боец. 100 патронов. Миниган плюс. Вот негодяи всякие. Да, нападают на вас, ребята? Вот негодяи. Это кто? О, это Х4. Ребята. А вот и сюрприз. Она меня даже не трогает. Ведь я мастер подземки. Ведь я мастер подземки. Она думает, что ты попутал, наверное. А я вот так вот взял. И показал им свою правду. Боец подземки, пожалуйста. Да, да, да. Привет, братан. Все нормально? Ах, теперь... Вот теперь они ко мне враги, ребята. Он видел все это. Потому что этот сучонок все видел, ребята. Этот сучонок все видел. Придется с ним покончить. Да, да, да. С тобой покончим тоже. Патроны главное собирать. Да, есть что? Нету. Идем дальше. Проходим аккуратно. Идем выше. Гранат нету, да? Так, предметы, оружие. Коктейль молотова меня интересует. Вот такой. Ну, коктейль, конечно, херня. Для людей проще его использовать. Никак не для механики какой-либо. Но все равно давайте заберем. Здравствуй, маленький. Здравствуй, да. Макароны. Пожрать, наверное, хотел перед боем, ребята. Пошли дальше. Иди сюда, епта. О, боже, да. О, боже. О, боже. Это про меня. Горите, суки. Гори, подземка. О, хорошо. О, хорошо как. Сгорай. Сгорай в огне. Боец подземки. Я без прицела тебя съем. С говном твоим вместе. Вот так вот. Деди Ланыши насущные. Это миссия, кстати. Да, вот это эпик. Просасываем стимулятор, ребята. И проходим вниз. Кто здесь стоит, шатается? Вот они, синты. Говорить. А мы тебя искали. У меня, у меня есть деньги. Я вам все отдам, если вы меня отпустите. Код сброса. Ф-6-33, активация процедуры сброса. Код активации Дельта-6-2 Аркус. Ну ладно, синт. Пожалуйста. Боишься? Почему ты не хочешь вернуться? Я, я не знаю. Я, я хотел жить своей жизнью. Теперь тебе от меня не уйти. Хм, нет. Код сброса. Активация процедуры сброса. Код авторизации Гамма-4-9 Тайфун. Ты там, синт. Эй, синт. О нет, пожалуйста, только не эту. Прошу, не надо. Боишься? Почему ты так меня боишься? Я не хочу возвращаться, пожалуйста. Не надо. Не надо. Код сброса. Б-2-57, активация процедуры сброса. Код авторизации. Активация Тета-9-3. Никаких резких движений. Пожалуйста, не надо. У-9-15, активация процедуры сброса. Код активации Бета-77. Возвращайтесь в город и ликвидируйте все враждебные цели. Я вместе с синтами телепортируюсь в институт. После этого поговорите с отцом. И вы хорошо поработали. Вот и все, ребята. Вот и все. Пошли добьем говно. Пошли домесим говно, ребята. И возвращаемся к делам нашим насущным. Пробирка. Вот так вот. Нехер было шутить со мной. Подземка бомжи. Братство стали бомжи. Есть только институт. Восславься синт. Восславься новое человечество. Сына предавать нельзя, ребята. Семья же все-таки. Да и все-таки верно. У них там ни голода, ни болезни. Ребята, здесь бомжи какие-то тусуются. Непонятно за что вообще сражаются. Давайте сделаем новое человечество. Давайте сделаем. И главное. Снять у бомжа главы братства стали. Его козленую дубленку. Вот это меня интересует. Так, ладно. Проходим дальше. Смотрим, что здесь. Да как вы, блин, весело. Ай-яй-яй. Пролутались мы здесь знатненько, конечно. Лутецкого моря. Путь у нас в прохождении довольно интересный с вами, ребята. Получается, на мой взгляд? И не так, и не сяк. И туда, знаете, ребята. И сюда, и здесь, и там. Это круто. Это круто, когда врагов-то вот напрямую нет. Если сейчас Дездемона в залупу полезет, я и волосы ее оторву, естественно. Приду в подземку и расхерачу там у них все, что у них у этих бомжей валяется внизу. Это все понятно. Мы закончили здесь, видимо. Вертолеты братства летают. Да, братья, да, все в порядке. Один этот бомжик выжил. Идем. Осматриваем территорию. Здесь все чисто. Никакого намека, ребята, на плохую жизнь. Открываем вор... Че, кто там сейчас это... Звезданул? Да, братья. Здесь ничего нет, я все проверил. Негодяи из института. Повержены. Пускай мне верят, ребята. Так, ядерная батарея. Свинцовая ламинированная броня. Ух ты, у него эпическая броня какая-то, посмотрите. Свинцовая ламинированная, ребята, броня. Вот такая. Это интереснее, по-моему, чем у меня. Давайте сейчас выйдем. Так. Дебильный шлем. Если честно, Звездные войны напоминает. Не-е-е. Мне не нравится этот ошейник. Я как будто, блин, в тазике каком-то. Ну а так-то эпичненько смотрится. Стар Ворс. Броня синтов для туловища. Стандартный нагрудник брони Братства. И сейчас я вот такую вот. Микро-ук. Во. И она никуда, ребята, смотрите. У вас слишком много вещей. Я бы это все продал. Давайте попробуем. Мы с вами можем сейчас прийти в Братство. Я сейчас продам как раз вот эти все девайсики. Потом вернемся к батьке. А вот эти все девайсики продам, которые я здесь награбил спокойненько в магазине Братства. И этот же магазин Братства потом ограблю, ребята. Это очень весело и интересно. Поговорить с отцом в развалинах института. Отдать голографическую запись проектору Ингрэм. Так. Поговорить с Дездемоном. И также вы, ребята, мне напоминали про поводу сыворотки, которую я должен был забрать, да? В институте. И отдать Вирджилу. Вот. Я не знаю. Надо будет поискать эту сыворотку. Конечно. Но что-то я не знаю. Отдавать этому грязному мутанту, который нам помог. Но вообще он нам помог. Обещали, ребята. Надо найти. Непонятно, где она валяется вообще. Я бы, конечно, не против был ее отдать. Но искать, знаете, если честно, не очень хочется. Не понял. А вот сюда мне нужно. В привдан, естественно. Пам-па-бам. Пам-па-ба-ба-бам. Я думаю, козел в козляной дубленке будет недоволен нами. Скажет. Почему не сказал? Как так? Институт скажет. Смог. Я не понял. Скажет. По-любому участие твое там было. Ёпта-блин. Скажет. И вали из братства, он может сказать. Но нет. Сначала я воспользуюсь магазином и украду все, что нужно. А потом нахер перебью этот дирижабль долбанный. Тан-тан-тан-тан-тан. Привет, боец. Нормально у тебя? Ты пример для всех нас, рыцарь. Мы гордимся тобой. Ты еще не знаешь, что я сделаю с тобой и с твоими братьями. Ай-яй-яй-яй-яй. Море веселья. Ох, море веселья ждет нас. Че, подойдем к козлу? Давайте подойдем в дубленочке к этому пацану. Пацану. Инструкции тебе выданы, солдат. Вперед. Шука. Дубленка нравится, а? Ёлки-палки, ребята. Вы видели, да? Дубленка какая-то такая. Ух, хороша. Хороша, ребята. Потом, ладно. Он мне инструкции какие-то выдал. Но я и по этим инструкциям следовать не буду. Придержимся этого плана. Attention. Это напоминание. Привет, братья. Привет, братья. Здравствуйте, братья. Как вы сегодня, братья? Все хорошо, брат. Все хорошо, да. Что привело тебя сюда на этот раз? Ну, я, во-первых, сейчас продам тебе то, что я здесь набомбил. Только что поступил первоклассный товар. Во-первых, я сейчас продам все, что я отбомбил, братан, да. Все верно. Бронированное пальто подземки класс 1 продаю. Карабин Гаусса ни в коем случае не продаю. Мина. Оптический внеземной пистолет облезет 10 раз. Так, пистолет Келлога. Пора продавать его. Он мне нахрен не нужен. Он меня бесит. Плазменный пистолет оставим. Это мое. Свинцовый ламинированная броня синтов. Я простую броню синтов продам, ребята, сейчас. Боевую я одену. А броню синтов мне не нужна. Мне она не нравится, ребята, как-то. Релейная граната синтов нужна. Боеприпасы, винты, ядер кола, жареные ряды радолень, привод конечности, книжка спешл. Ну да, мы неплохо так продаемся. Если что, я выкуплю то, что мне нужно будет. Бластер чужих. Боевая броня я оставляю. Потом это все переоденем. Да, лазерный карабин продаю. Тесачок оставлю, ребята, буду биться, если что с ним. Швинцовый, форсированный, лазерный, так, так, так. Вац. Оптимизирующая, призменная. Не-не-не, модель, защитный комплект. Продаем, ребята, это все ему, да? Гатлинг лазер у него здесь есть. Заряд плазмы. Ядро 18. Нужно ядро, что ли, да, для него получается? Называется... Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Шлем Командос. Форма Братства Стали. Здесь ничего мне не нужно, ребят. Кстати, я огнемет еще ни разу не встречал, никого не жег. Ракета плазменная граната. Пистолет Келлога вот здесь есть, который мне нафиг не нужен. Теперь мы делаем вот так вот. Меня видно? Видно, да, меня? Теперь идем вот сюда. Идем вот сюда, ребята. Боевая броня левой-правой, так. Братства Стали, броня для головы оставляю. У меня есть банданы, ребята. Темные очки патрульного оставляю. Банданы с черепами одеваю. Приодеваюсь точно так же, как я и выглядел. Теперь мы идем вот сюда. Вас обнаружили, видите, надпись? Вам чем-то помочь? Да не, не надо, братан. Ничего не надо мне. У них толстяк здесь есть. Далее мы идем вот так вот. Предметы помощь. Идем вот так вот. И теперь начинаем работать с ними. Так. Плазменная мина. Топливо. Электромагнитный картридж. Так, хорошо. Сохраняем. Поехали. 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 Так, спокойно. А я еще здесь не закончил нормально. Так. Угу. Эй, а где для гаусс винтовки-то патроны? Ептить. Что за фигня? О. Лазер. Полное ложе. Хорошо, ребята. Грейдик есть. Импульсная граната. Топливо для огнемета. Угу. Что есть у тебя? Ядерная батарея. Ракета. Пусковая установка. Ничего интересного у него нет. Так, спокойно. Ну все, ребята. Вроде бы мы бомбанули у них все, что нужно. Оружейный верстак. Давайте воспользуемся. Вот у меня есть демпфилированный... ...карабин. И вот ложа с компенсаторным отдачей у нас уже здесь стоит. А вот полная ложа, которую мы можем куда-то прикрепить. Спаситель. Карабин Гаусса. Здесь, конечно, мы ничего не сделаем с вами. Надульный насад. Нихера себе глушитель на карабин Гаусса! Штатный ствол. Ну, у нас, видите, для лазера получается. Коллиматорный. Что-то там оптический внеземной. Здесь вот можно магазин поменять на ядерный. Видите? То есть, нужно четвертый наук, а мы можем переделать потом. Когда у нас боеприпасы чужих кончатся. Это хорошо. Мы и длинный ствол можем ему припендюрить. Кстати, было бы невероятно классно. У него бы дальность сразу повысилась в два раза. Посмотрите. Бластер чужих был бы такой прям нереально крутой. Понятно. Для карабина Гаусса мне... Я не знаю, где брать карабин Гаусса. У нас чем стреляет еще раз? Два миллиметра ЭК. Вообще фиг его знает. Вообще фиг его знает, ребят. Ладно, сейчас к бате нужно возвращаться. Что, толстяка, может, тебе продам? Давай продам. Толстяка. Это. У меня к тебе товар есть. Прошу прощения, Проктор Тиган. Да, кстати, кто-то еще спрашивал у меня про собаку. Почему ты в собаку не складываешь? Она у меня перегружена, ребята. Так, у меня, значит, знаешь, еще есть... У меня для тебя есть вот свежак. Только в пустошах отжал. Только отжал, братан. Вот это вот все только отжал. Так, защитный комплект оставим. Это оставляем. Это продаем. Хламатрон. Хламатрон в собаку не засунуть. Вот это тоже, блин. Так, спаситель. Спаситель. Тесак. Ну и все, ребята. Защитная маска синта-агента. Им она не нужна, посмотрите. Коллиматорный мощный. Ну все. Нормально. Обокрали и продали тут же. Вот это бизнес. Вот это я понимаю, ребята. Заряды плазмы. А вот патронов я, ребята, не смог найти. К сожалению. Ну да ладно. Не все все-таки забрали. Там мелочи остались. Ну не страшно. Великолепный корабль. Согласен. Верстак для создания брони. А мы как-то можем с вами улучшить каску эту? Улучшение скрытности урона и сопротивления энергии. Полимерное. Тут все, в принципе, можно улучшать, да? Броня для правой руки. Нет разного. Легкость. А, понятно. Здесь тоже ее можно по-разному, ребята, улучшить. Легкость. У нее. Сиди. Нихера себе можно ее как сделать. Азбестовый слой. Ай-яй-яй. Тут все можно, ребята, прогрейдить. Темная боевая броня. Братство стали. Стандартный. А, то есть можно поменять. А у братства стали, видите, от радиации защита идет. Ну, то есть, а братство стали, она еще от радиации дает. Ну, вот эта броня меня интересует больше полимерная, посмотрите. Она меняется, да, там, по-разному. То есть это можно как угодно загрейдить. Мне шлем сейчас не нравится, который у меня есть. Ладно, с этим мы, ребята, разберемся еще. Сейчас забегаем сюда и идем к отцу. Братство мы нормально с вами отжали. Крышки получили. Соответственно, у нас все прекрасно в этом плане. Сейчас нужно валить с привдыны. Приветствую, рыцарь. Приветствую, братан. Так. Пошли, пошли. Все, уходим отсюда. Идем к батьке. А, к сыну, в смысле. Сдадим миссию. Посмотрим, что у нас там по экспириенсу выдастся. Так, бомж этот пускай здесь стоит себе. Постоянно на одном месте стоит, всех куда-то отправляет. Во, блин, дела, да? Вообще ничего не делает, ребята. Стоит просто и осматривается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же это некрасиво. Все формы технологии. Так. Карта. И теперь мы с вами, ребята, едем к бате и рассказываем про ситуацию. Битва за Бенкер Хилл. Открываем карту. Это где-то здесь. Эй. Вот она, вот она, вот она. Поговорить с отцом в развалинах института. То есть нам сюда. Охереть! Вы посмотрите на эту детку. Миниган может нанести огромный баллистический урон за короткое время. Однако перед началом стрельбы ему нужно время на раскрутку стволов. Вот это минифакинган, ребята. Вот это пушка мечты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Факин-эсэм-щи. Вот это да. Вот это я понимаю. Так, с батькой нужно встретиться здесь. То есть мы идем сейчас в институт и разговариваем с ним. А почему здесь? Почему, интересно, не внутри? Неужели какая-то подстава или засада, ребята, нас ожидает? Это неизвестно. Это мы узнаем только после того, как попадем внутрь. А внутри нас ожидает... Что это было? Супер-мутант? Какого хера нас внутри ожидает супер-мутант? Это засада, сука. Отец. Неужели отец нас подставил, ребята? Нихера их там набежало. Эть. Мы быстренько эту тему пробежали, ребята, с вами. Че нам воевать, да? Там мутанты кричат, разорались, вот на собаку напали, а я такой тринк-тринк-тринк. И прошел просто выше. Это весело. Так, вот здесь где-то, бать. Нифига себе ты здесь встал. Бать! Сынок, не прыгай! Не прыгай, все еще наладится. Че там? Сын. Ты знаешь, за всю свою жизнь я так и не побывал за пределами института. Ни разу с того момента, как меня принесли сюда, не было повода. Говорит. Видите? Но теперь я вижу. Все это только подтверждает истину, которая была известна мне уже давно. Содружество мертво. Будущее не за его жителями. Последняя надежда человечества под землей. Раньше было по-другому. Зачем ты вышел наружу? Чтобы как следует все обдумать. Я стою здесь и понимаю, как мне повезло, что я не был обречен на выживание в этой пустоши. Я знаю, что ты думаешь, что тогда в убежище меня похитили. Но на самом деле институт спас меня. Спас нас обоих, по сути. Меня заморозили. Я запасной вариант. Они оставили меня в живых. Да, оставили. Я был идеальным кандидатом. Младенец с довоенной ДНК. Но если бы что-то пошло не так, если бы я погиб... Понятно. Угу. В общем, в институте решили, что нужен запасной план. Еще один человек с довоенной ДНК, желательно схожий с моей. Понятно, что на роль второго донора лучше всего подходили мои родители. Поэтому тебя оставили в самом безопасном месте. В убежище. Должен признать, что когда я приказал выпустить тебя из убежища 111, то не ожидал, что тебе удастся выжить в этом мире. И не просто выжить, а отыскать меня. Проникнуть в институт. Поразительно. Это ты выпустил меня? Да, это было мое решение. Но держать тебя в убежище смысла уже не было, так что я просто хотел посмотреть, что выйдет. Ах ты, сука, он не хотел увидеть отца, он просто посмотреть, что выйдет. Провести эксперимент, так сказать. Я же понятия не имел, что ты за человек. И испортит ли тебя содружество, как оно испортило всех этих людей? И вообще, удастся ли тебе выжить? Возможно, любопытнее всего мне было, попытаешься ли ты отыскать меня спустя столько лет. Теперь я знаю ответ. Я все еще люблю тебя. Так вот, что я... Кто я для себя? Просто очередной эксперимент. Нет, это не так. Но я рад, что все вышло так, как вышло. Эта операция в Банкинхире только начало. Нас ждут великие дела. Синты вернулись домой. Теперь им предстоит пройти перенастройку. Спасибо за работу. Надеюсь, тебе не пришлось... А... Что-то там. Риск есть всегда, но оно того стоило. Я рад, что ты так думаешь. Подземка, конечно, и дальше будет беспокоить нас, но мы еще разберемся с ними. Что до тебя, испытание пройдено, как говорится. Хорошая работа. Пожалуйста, прими это в знак моей благодарности. А что он мне подарит? Ага. 500 крышек, ёбдить. Сынок, ты чё, блин, балуешь папку? Так, приходи ко мне. Сейчас идет заседание директората. Требуется твое присутствие. И уровень получили. Ладно, хватит. Пора возвращаться. Хорошее перемещение, да, ребята? Баденч просто и все. Новый облик человечества. Посидеть совещание. Разыскать доктора Ли. Братство мы грабанули. Пилюльки, патроны я так и не нашел, где брать в Сенчери. И, соответственно, следующая задача у нас будет, ребята, это как раз идти дальше в институт. Давайте мы вернемся сейчас в Сенчери. Вернемся в Сенчери и сделаем все важные настройки и приготовления, которые мы можем сделать. Это сбросить хлам и посмотреть, что мы можем с вами загрейдить. Это будет безумно интересно. Ну, что я могу сказать? Видите, как сынок? Сынок изначально не хотел. То есть он даже не думал о том, чтобы выпускать батю поскорее. Это был для него лишь эксперимент. Даже не то, чтобы хотел его видеть. Он просто хотел провести эксперимент. Это очень странно. Все тайной когда-нибудь становится я. О, Пайпер, ты еще здесь стучишь? Иди в газету свою. Че ты здесь начинаешь-то, блин? Модифицировать, разобрать. Так, 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 тихо, 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 тихо. Идем вот сюда. Так, во-первых. Во-первых, нам нужны ресурсы. Правильно? Нам нужны ресурсы с вами. Выходим отсюда. Идем вот сюда. Сбрасываем хлам. Идем вот сюда и смотрим, что мы можем с вами улучшить. Вот эта пушка мне не нужна. Мне нужен... Мне нужен длинный ствол. Нужен клей. Клея нет. Хорошо, понял вас. Плазменный пистолет. Нихера себе из плазмы. Че можно... Из него винтовку можно запиндюрить. Посмотрите. Ай-яй-яй. И везде нам нужен клей. Ах, какой дэмэж плазменный. Штатный прицел. Еще можно запиндюрить вообще прицелы всякие разные. Крутяк, крутяк. Ничего не скажешь. Вот этот я все пытаюсь улучшить, ребята. Но у нас все... Клея нет. Че за херня? Клей мне дайте, пожалуйста. Клея нет. Посмотрите, ребята. Тупо нет клея. Короче, я понял. У меня большая проблема, ребята, с клеем. И... Раньше я очень много клея встречал. А сейчас я просто его, наверное, не подбираю. И из-за этого у меня возникли проблемы. Да, ребята, нам нужно больше клея. Офигеть. У меня... У меня много всего. Я много всего насобирал. Но нет клея. Это просто эпик какой-то, ребята. Нет клея. Это же жесть вообще. Здесь сталь. Сталь. Понятно. Да, без клея жить тяжело, оказывается, в Фоллауте. А клей нужно искать. Клей вообще везде повсюду валяется. Я его просто не подбираю. Посмотрите, какую глупость я, ребята, совершал. Надо было, блин, брать этот клей везде и всегда. Тут всякий мусор, хлам. Ладно, это мы не будем уже разбирать. Ну что же, ребята. Следующая серия предстоит нам... Еще эпичнее, как я думаю. Потому что там идет заседание директората. Вся фигня. И, возможно, что-то мы с вами... О, чудо-клей, пожалуйста. Вот тебе и есть клей сразу же. И, возможно, мы сделаем какие-то определенные выводы. Возможно, скоро начнется война с братством стали, ребята. И война эта будет не на жизнь, а на смерть. Поэтому спасибо вам огромное, ребята, за ваш просмотр, за лайк. Не стесняйтесь поставить лайк. Точнее, кто забывает, не забывайте, пожалуйста. Чтобы я видел, что вам интересно. Что же будет дальше у нас в прохождении. Ну, а с вами был Шиморо. Это был Fallout 4. И мы увидимся на следующем видео. И всем пока. А мы здесь пока с собакой доработаем. Вот это все дело нужно разобрать. Увидимся. Всем пока.